Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Совет директоров Центробанка принял решение о снижении ключевой ставки с 12,5% до 11,5%. Своё решение регулятор объяснил ослаблением инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики. Недельная инфляция в мае-начале июня стабилизировалась на уровне, не превышающем 0,1%. Замедление роста потребительских цен было в значительной степени обусловлено снижением потребительского спроса в условиях существенного сокращения реальных доходов, а также укреплением рубля в феврале-май. По мере дальнейшего замедления роста потребительских цен, Банк России готов продолжить снижение ключевой ставки. Следующее заседание Совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 31 июля 2015 года. Цены на международный роуминг для российских граждан должны быть снижены как минимум вдвое. Такое мнение высказал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. По его мнению, такие цены унизительны для граждан России, выезжающих за рубеж и особенно в страны таможенного союза. Глава ведомства добавил, что цены на международный роуминг на 70-80% зависят от стоимости переключений между операторами за рубежом. При этом на самом деле наши компании лукавят и еще раз пять добавляют от себя. Да это ладно, я вот вчера в Ростелеком зашел, так там даже за простое переоформление договора с одного гражданина на другого деньги берут. Российский турпоток в Египет остается стабильным. Только в первом квартале нынешнего года в Египте по самым скромным подсчетам побывало 833 тысячи россиян, что только на 13% уступает показателям того же периода прошлого года и значительно меньше прогнозировавшихся 35-45% спада. Ну а что, Египет это недорого и вполне прилично. А кто и недавно цены на Сочи услышал, так чуть бегом в Каир не побежал. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в полюсе на отметке 1657 пунктов. Среди лидеров роста – Сургутнефтегаз, ТГК-1, Полюсзолото, ЛСР, Башнефть и МТС. Аутсайдеры – Лукойл, АФК-система, Мегафон, Яндекс и НЛМК. К открытию торгов в России сложился умеренно негативный внешний фон. Американские и европейские индексы завершили день в минусе. На азиатских площадках также преобладает негативная динамика. Курс доллара на 16 июня – 55,26 рубля, курс евро – 62,10 копеек. Золото стоит 2093 рубля за грамм. Серебро стоит 28,31 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 63,94 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.